Ю-ху, всем привет! С вами... ...Юнот. Всё время забываю, как себя зовут. Игра Ашин. И также вот эта чёртова чёрная плашка, которая сейчас уйдёт. Ч-ч-ч. Всё, ушло. Эээ... Night Storm... Элс... Э... Исли... Айс... А... А... Ночной шторм... Остров ночных штормов. Ашин. Ашин, наверное, как пепель. А, ладно, в толку мой английский. Вы знаете, что он не такой хороший. Давайте начнём новую игру. Посмотрим, что это. Я не знаю, будем проходить, не будем. Попробуем, не попробуем. Ух ты. Случайный персонаж. О, девушка. Парень. А мне нравится вот это тоже. Стой, нет, нет. Назадку. В принципе, они все одинаковы. Давайте десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Нет, не хочу с бородкой. Нет, 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 нет. Нет, нет. Нет, нет, нет. Во, нет, усы. Мне прическа нравится. Как повернуть-то? Ну. Повернуть мышкой. Как и макаром. Ладно. Усы. Борода, мне кажется, лучше. Строитель сараев. Угу. Пустух, нет. Строитель сараев пусть будет. В принципе, похоже на меня. У меня бородка еще не такая, но прическа такая. Ну и лица как такового нет. Это вроде RPG, если я правильно понимаю. Секунду. А, нормально. Так, что у нас здесь происходит? Анапурна интерактив презент. Ух ты. Сова. Красивая. Или сокол. Сокол, наверное. На сову не очень похоже. Голова, видите, уменьшенная. Да и сокол более пафосный, чем сова. Вот пепельная. Парит меж звезд. Я же говорю, ашен это пепельная. Ладно. Ага. Девять царств под ней кружат все множество ветвей древа мира. Что гордливо высится над тьмой. Корнями уходя, уходит она в пещеры, куда свет не проникает никогда. И когда одна великая пепельная спустилась отдохнуть на его ветви, среди этих царств появился свет. Интересно. Спустя зоны времени, или ионы времени, великая пепельная ослабела от возраста и упала с дерева мира, прямо на равнины тьмы, и спустила последний вздох. В агонии смерти свет померк. И три последних вздоха пепельной стали, тремя золотыми эпохами света. Первый, золотой век 3, создание тьмы возвысились над всеми остальными. Офигеть. Старейшие темные кормили светом и процветали. Второй золотой век отмечен приходом матриархов, слушающих, титанов, чтивших свет. Третий вздох был эрой человека. Детей Геффны. А когда завершилась вся последняя вздох, настало время тьмы. В ту темную эпоху человеческие города стали руинами. Были разрушены войной, опустошены на чумой и голодом. Гордый летирий утонул под пепло. А, ну ладно, названия покидались, знать бы что это. Надо потихоньку все внедрять. Ну ладно, это типа предыстория, черт, мч. Из тлена плоть, из мрака лучезарности. Скоро пепельная родится заново из-за остатков прежнего тела и начнется новая эра света. Давным-давно я служил пепельной, был стражем ее тускнеющего света. Пусть меня и покалечила его слепящая яркость. Пусть... Ага, гляди же на ту горячую вершину. А гляди на ту же горячую вершину, ведь именно там разгорается новая надежда. Это типа на мой стори, да, разгорает? Рассказывает. Ух ты, бах! Пепельная рождается заново. Узри первый проблеск света, что сметет барак со этих равнин. Так, это я. Я могу прыгать. У меня есть выносливость. Да не. Кувырки. Если я могу, раз, два. Там тупо устану. Своего ударить не могу. Костер поток, слышь. Нажмите F. С этих высоких скал открывается отличный обзор. Будь осторожней, ведь перерождение пепельной станет бурным. Да ладно. Так, и... Че, мне туда, да? Есть бег, это хорошо. Хоть бы это не был аналог этого. Дарксорс, а то я не выезжу. Несуй свои лапы к моему добру. Вот те. А не костер. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я зло, которое проглотило. Так, вот что-то светится. Ну, слушайте, сделано качественно, мне нравится. По крайней мере, как сделано. Как игра я без понятия. Но сделано прикольно. Что это? Так, у меня вот что есть ячейка шлака и лохмотья выжившего. Что-то я про них могу узнать? Сломанная шипастая дубина, сломанный костяной тесак. Стой, 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 стой. А что лучше? А, вот две писания. А, блин, я люблю писание читать, если оно есть. Так, ладно, вот что это жизненно важное. Здоровье, бодрость, сломанный щит. Ах, так, ладно. А где мне щит? Где-то. А, сломанная шипастая. Блин, я читаю, ужас как. Секунду. Сейчас икну. Ну, господи. Все. Давно уже миновали славные дни могучих лотерейских героев с сияющих доспехов. Хотя, чуток, оградить себя от холода и мрака. С помощью этой одежды возможно. Это все, что мы можем надеяться. А, это, короче, да, на праве, я уже говорю, что это все, что от него осталось. Так, ряд острых каменных зубцов выглядит как будто... Тебя хочет укусить пещера. Камень был самым первым оружием и никогда не выходил из моды. Локер. Что у него? Урон оглушения. 10, 15. Что значит вторая цифра? Это, наверное, 10-15 или что-то. Критический 0. 5, 8, 30, 36. А вот хуже будет. Топорик из кости. Примитивно, но опасно. В борьбе за выживание и изящество не имеет значения. Импровизируй или умри. Так уж устроен наш мир. То есть урон у него меньше, как мы видим. Но у него есть крит. А крит это обычно там 100-150 урона. Ну плюс. Что еще у нас есть тут? Вообще, если можно шарить, я это люблю. Это прям просто огонь. Сейчас, секундочку. Да господи, ты водили вон. Ух ты. Ага. Прикольно. Клонение shift. Так, ну-ка. А-а-а. Понятно, слушайте. Сейчас. Так, блин. Приходится прерываться. Пишут, звонят. Вообще ужас. Так, ну. А вот. Первого врага мы убили, не покоцавшись. Дождь ищет. Так, и что ты про него нам скажешь? Куски металла и твердого дерева, связанные во единого имя выживания. Подчас безопасный мусор может спасти тебе жизнь. А что такое? Всякие грибочки, усиления, не знаю. А как щитом-то пользоваться? Вы мне хоть скажите? Так, ладно, стойте. Должно же быть, я же смотрел. Бой, так вот. Мощный атака блок щитом. Левый КТРЛ? Не работает, либо его как-то взять надо? Хм. Шлак. Используется в ремесленном деле для украшения. Для украшения. Некогда купцы лотирии добывали его как средство обмена. У нас среди бродяг многие до сих пор используют шлак в качестве денег. Понятно. То есть мы кого-то убили, из него выпал шлак и... И вот. Стоит, а что с щитом-то не так? Альт. Левый альт. Левый этот. Целивание тап. Вы издеваетесь. Он почти-то его не берет. Ни щит, ни то не работает. Ладно, разберемся. Нажмите спейс для прыжка в яму. Ай! Это было больно, вы знаете. Че это кузнечик? Что-то такое? Кузнечик это жрата, да? Это зеленая сикла чуть питательная. Еще и приятно пропустить, когда его ешь. Чтобы вышла гора, нужно множество мелких камней. Ага. А-а-а. Чарт. Э. Все нормально, надеюсь, ничего не вылетело. Это я ищу тот кекс. Так, а как использовать кузнечика? Блин, почему здесь обучения нет? Как его сажать-то? Что он мне дал, непонятно. А, мгновенно оставит. Бьем здоровье. Белая сапота хорошо устанавливает силы. Служит отличным перекусом после утомительного боя. Всегда бери целую сапоту, если где увидишь. Под ее плотной кожурой мякоть полная жизненных соков. Ага. То есть я сам упал и сам виноват. Я вообще правильно иду, нет? Эээ. Я хотел бы посмотреть и другие возможные варианты. Я люблю шарить, если... Что с тобой делать? Вот кто ты такой? Ну что-то я сомневаюсь, что туда можно прыгнуть, да? Ладно, получается изначально мы шли правильно. Заяц. Я знаю, ты жратва. Хе-хе-хе. Вот сапота. Будем сжать их. О, вот он еще. Стой. Я не хочу тебя убивать, но мне нужна твоя сапота где-то. Опять сапота. Бегает собака. Заяц. Как? Я забираю. Проси у рахеров, у них есть... тоже уши. Зачем я их забираю? Это враг. Блин, опять звонок сейчас. Так. Вернемся к игре. Опять к этой плашке. Третий раз. Давай, свали отсюда. Так, вон там бегает гад. Что у тебя будет? Сверчок. Недолго повышает скорость восстановления и быстродействует. Понятно. Сейчас давайте втачим его. С разгону. Эй, я втащил же ему. Есть те, кто жиреет вечной ночи и рад бы уничтожить лучи этого птенца. Нам нужно найти пепельную и защитить ее под старейшую. Старейших темных. А что искать? Вот, смотри, какой взрыв. Я думаю, это видно. Аши. Скорее всего, да. Пепельная переводится. Или пепельная. В принципе, пепельная. Ну, игра прикольная пока. Мне кажется, это будет аналог до... Этого Dark Souls'а. Если это так, то я, не знаю, попробую пройти, но мне кажется, я не осилию. Хотя Dark Souls'а уровень... Или это уровень Готики. Готикой как-то прошел. О, блисток. Давай. Ха. Понятно. Можно убрать, а можно добавить. Для чего нам неизвестно. Зверьки здесь не бегают, убить нельзя. Ищем пепельную. В общем, игра простая, иди на свет. Такое зрелище. Наш мир вновь купается в свете пепельной. Тебе довелось ощутить всю силу пепельной и выжить. Нам понадобится эта твоя сила. Пока что пепельная лишь древнейшее дитя. Она уязвима. Нужно пробудить ее ото сна. Прежде чем отправиться в путь, нужно прикрепить твой дух к ритуальному камню. Если случится несчастье, камень станет тем маяком, что не даст тебе сгинуть за порогом смерти. Типа объясняют, почему я буду выживать. Ритуальный камень есть здесь, рядом, в районе под названием Приют, Бродяги. Но для того, чтобы разлюбить его, мне понадобится молот или кресало. Отыщи их. Активировано новое приключение. А-а-а-а! Тварь! А? Он в дерево ушел? Да ладно. Так, откройте карту, эскейп. Прикольно. Батаран. Я сначала Батаран почти прочитал как. Так, почему я должен за тобой бегать? Это же приключение. А, стой. Стой, 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 стой. Тебе будет не больно. Ха, я соврал. Так. Мир бы надо поизучать, вообще, посмотреть, что здесь есть. Тихо, все хорошо. Получил то, что заслуживал. А? Найдите молоток и кресало. Так, вон что-то есть. Еще и пещера какая-то. Классно. А чем мы в пещеру-то не пошли? Ай-яй-яй. Так, понятно. Каперелла, я шиджал. Панзай. Эй, я хотел добить его. Что за пещера у меня все-таки интересная? О, что-то есть. Что-то найдено. Стрелы. Или что-то? Это острелы же. Ага. Почему он не может их взять? Так. Ископаемая кость найдена глубоко под пеплом, особенно хорошо для изготовления острых и крепких наконечников. Ископаемая кость трудно обработать, но усилие того стоит ворса. Стой! А-а-а! Тридцать на девяносто. Слушайте, мощно. Гуляете. Да, гуляете. Черт! А-а-а! Нюхать! на него усики-то круче ну чё-то ты кто враг не враг вообще есть сохранение как-нибудь нету приют бродяги ща это дойду на гриф иди за них то вообще ай 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 аж наверное все таки dark souls а подобное что-то я потерял да ладно я просто потерял все свои эти да ладно что это такое я же тебя убью не знаю кто ты но я тебя убью а враги останавливаться заодно сейчас и узнаем на враги останавливаться спирт что ты промахнулся да я уклонялся даже ты можешь уклониться серьезно он не уклонялся он просто смотрел на меня как дебил и все так но он там замануха я хочу понять что с ней делать то есть она заманивает тень чёрт чёрт чувак я мог бы тебя вылечить я бы тебя вылечил он сам себя лечит ух ты 400 шлак мать моя там еще такие не 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 очень понятно это просто пещера где темноте враг мы пока для него слишком слабы мы его победили тут так потому что мне друг это помог ладно мне нужно сюда надо через верх лучше пройти ай 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 ты можешь попадать и тебя бы мне кажется это бесполезно чёрт чёрт копье есть но им лучше кидаться да я так понимаю ну почему он мне попадает но чёрт я и вжал большой мешочек богатство чё такое эти древние лотерийские богатства которые очень ценятся среди и среди бродяг находятся находят в наспех устроенных тайничках во всех уголках мира пара кусочков шлака на такое уж и не такое же сокровище но оно вполне стоит ужаса что виден на лице бродяга когда те занимаются их поисками а а то есть просто кидаешь так господи а я не понимаю что не так я жму и shift он не уклоняется я жму к трл он не блокирует еще какая-то пещерка нет замануха просто ну а вот этот уже так понимаю хороший топорик да 32 38 ну а да и крит хороший отличный топор для тех кто хочет под продвинуть подвижности в бою умелых руках крюк на конце топора несет чудовищные раны даже слушающие поеживаются при виде крюка на таком топоре но все таки я как и думал это выходит dark souls подобное тут сохранение сквозь если не допустим выйти надо т разберемся и хомячков ничего нет вот нафига мне щит если я не пользуюсь да ха нажмите про для прицеливания от врагов ух ты шаг че вас так много господи на тебе о господи ха ха уйди уйди я его жахну я ж просил мне ж надо научиться сражаться вы че так еще мешочек то есть их можно кидать и они будут собирать и мы можем незаметно пройти да да ну я кстати не знаю буду и проходить или нет играть сделано прикольно да ну я ж нубяра слева должно быть че то вот вот ты кто такой вот ты кто такой не жил это так работает так ладно мы его забили со с двух сторон или здесь нет я могу три удара до сделать ништяк черт у меня кончились эти черт я же убегал катарелл сжал все же чтобы спасти его удержите хорошо что ты умираешь то что это только я так у тебя а он вижу а плавать можно о чёрт 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 тонет ты плавать не имеешь друг ты чем не сказал еще мешочек так это есть как-то надо научиться блокировать пещеры меня так понимаю мне лезть рано там эти черные гады и они меня просто угли так что еще нас тут есть теперь надо прийти вот сюда приют бродяк это нам туда конечно пошарить бы хотелось чем поискать но мне кажется мне просто нагнут что нажать для прицеливания как ало натина аж я и попал даже обалдеть чё со мной делать так и как дальше а через вверх где-то заход это через там вот где-то через тут что там у нас к кокосик какой-то правда странно что кокосы из этих делал нам да ладно но придирается к мелочам сломана железная дубина миша собака а это можно что-то убить а снаряжение 2 ручная а придуманы лотерей придумано лотерейскими кузнецами чтобы скрывать броню слушающих и и жестокие раковины краб к коробам господи некоторых врагов нужно просто колотить как орехи ну-ка сильный удар в принципе давайте просто попробуем держать дистанцию бить все просто но он медленнее прям видно как он проседает полу по скорости чарт ты не дал мне даже попасть есть кто еще он сидит собак и 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 нет нет дадите отживление спаси меня спаси 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 я случайно умер собаки ки все все штек убили убили правда это будет сложно чувствовать реально это dark соус какой-то 100 пудов надо везде лазить чтобы находить вот вова началось смотрите туда 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 да типа шар изучай мир и так далее может станешь крутым а может никогда не станешь столько может надо же можно было сдаться можно было положиться на парника классно но мне кажется напарник здесь только на момент этого на обучение потом конечно не будет скелетов валяется а чего раньше него он там улице когда пирог плюс 2 максимально черное пирог может залезть то есть все таки шарить надо что шаришь ты получаешь вещи это не убивает в смысле это хорошо и плохо он враг бонзай на чем наши рассчитывал ладно я без башни но он то я даже будешь представить какие здесь боссы а тут кого-то знаете тормозную то пролетал жмешь их он только сейчас придет подай ко мне молот я разгружу этот спящий камень отдать молот кастинг лиц крисалом ритуального камня и вяжи свою душу к этому месту чему прикоснуться сюда это походу местный огонь приют бродяги стал твоим я обыскал при пригорье и не нашел никаких следов пепельных нужно поговорить с гефной и взвод рождения ей должно быть известно где искать гефна сейчас купается в пристанище света впереди через вода и направляйся к тем утесам там будет проход активно новое приключение а ты че дашь тебе снятся сны я вас нахлышу голоса брата когда-то он пошел этим путем вместе с отцом меня не взял эхо ахо был старший только он мог сопровождать этого теперь сквозь дремя я часто слышу как он зовет меня всякий раз одно и то же он зовет меня с вершины каких-то развалин слушающих я нашел эти руины в озере а поможешь мне туда забраться конечно чё как тебя нанять то есть они мне дали задание и у меня теперь куда главное побочка ну ништяк тут ты стоишь активно еще ух ты а почему я тебя не вел а мне вот интересно допустим вот я его взял допустим не надо выйти давайте посмотрим то есть могу только вот выйти да выйти да сейчас зайдем будет ли скелет этот взят да 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 где эти сисны я не знаю может после прохождения откроется разберемся пока ладно попробуем я не знаю сколько она зайдет она я не фанат таких игр где нужно прыгать и ворачиваться скакать я потому что не умею это делать я просто ужасный прыгальщик так квесты взяты все таки он запоминает то что я сделал да ну отлично и враги не заспавнились они спавятся только после моей смерти да интересно я могу быстрее спуститься там прыжок нет можно прыгнуть в воду да можно не прыгать в воду да можно не прыгать в воду имеет ли смысл что-то здесь ломать я не знаю что если плавать он не умеет плавать он не умеет Э-э-э-э. Ладно, это слишком рискованно. Пока, по крайней мере, пока не потрачу свои 800 монеток. Я бы не хотел их терять просто так, потому что я ради экспериментов где-то убился. Угу. Всякий хлам. Умру же. Не знаю почему, но мне кажется, это смерть. Ладно. Я думаю, для начала, для обзора хватит. И, в принципе, давайте попробуем еще. Там посмотрим, может выйти всего лишь несколько серий. Там две или три. А может, она меня затянет, и я буду пытаться ее пройти. Ну, вот так вот шарить и искать, я даже не знаю. Вот кто вот там сидит? Кто и зачем? Кто ты? Какой-то, видите, огонек. Это тоже что-то нужно. Ничего не понятно. Кругом, кругом они. Везде. Вон, вон. Господи, лази не хочу. Ну что ж, разберемся в следующей серии. Ну, где сможем. А пока, всем хорошего настроения. Всем до следующей серии. Всем пока.